Привет, друзья! На связи Наталья, Школа графического дизайна и иллюстрации. Хочу порисовать с вами линейные иконки на тему космос. Изображения очень простые, поэтому урок подойдет начинающим осваивать программу ДОП-Иллюстратор. Урок состоит из двух частей. В первой, сегодняшней части, мы отрисуем все 16 иконок. Во второй вы получите рекомендации по их возможным вариациям исполнения. Будет здорово, если вы поделитесь этим видео с друзьями в социальных сетях, и они вместе с вами начнут осваивать такую непростую программу ДОП-Иллюстратор. Без лишних вступлений, начинаем! Друзья, моя монтажная область создана размерами 2000 на 2000 пикселей, методом перетаскивания. Просто поверх программы открываю папку, где лежит эскиз, и закидываю его в программу. Можно shift-ом немножко увеличить, хотя не принципиально, потому что мы создаем векторную графику. И заблокируем сразу целый слой, палитра слои. Если какой-то палитры нет, которая будет встречаться в уроке, меню окно, палитры все вот здесь. И вот этот первый слой мы заблокируем. Замочек поставим, создадим новый слой, и на нем будем рисовать. А, кстати говоря, давайте вернемся. Разблокирую слой, выберу единственный пока объект, и сделаю ему прозрачность. Ну, процентов 50, чтобы просто удобнее было работать. Да, наверное, многовато 70. Все, вернемся, заблокируем слой. И переключимся на второй. Находимся на нем, и будем рисовать. Простые формы, линейные иконки, поэтому очень-очень все просто. Инструмент Ellipse, клавиша L, нарисуем с Shift, чтобы получился круг. И с пробелом можно сразу ставить на место. Так, удобнее нам, конечно же, сделать, чтобы контур был какого-то цвета, не красного и не черного. Ну, допустим, зеленый, наверное, тоже нехорошо. Ну, пусть будет синий. Толщина обводки побольше сразу. Ну, вот пока что пусть будет шесть, потом будем менять. И уберем пока что заливку. Инструментом черная стрелка выбран объект. С Alt его дублируем. Зажатая клавиша Alt. И немного с Shift за любой маркер уменьшим, чтобы сделать выемку в месяце. С Shift выбираем два объекта. Палитра обработка контуров. Задний и минус передний. Можно сразу пойти в свойства контура и сделать скругленные концы и скругленные углы линий, чтобы потом все это было однотипно. И, кстати говоря, вот видите, может быть, заметили, когда я уменьшила объект, который вычитался, он по толщине стал меньше, толщина обводки. Поэтому масштабировать можно, поставить галочку. Но это можно сделать все потом, на самом деле. Так, маленькие кружочки клавиша L – это звезды. И с Alt их намножим. Ну, либо одного размера оставим, либо сделаем разного размера. Но я думаю, что плодить размер не будем. Я думаю, буквально два варианта этого будет вполне достаточно. Давайте вот сюда большой поставим. Кружок, а сюда маленький. С Alt дублирую. Это все, конечно, в любой момент можно корректировать, поэтому оставляем пока как есть. Пришелец. Клавиша L. Рисуем с Shift круг. И с пробелом ставим примерно по месту, по верху головы. Инструмент «Белая стрелка». Берем нижнюю опорную точку и ведем ее с Shift вниз, с зажатой клавишей Shift, чтобы получить яйцевидную форму. Выбираем форму. С Alt дублируем. Shift уменьшаем и сделаем поворот. То есть не обязательно я буду прям 100% попадать в эскиз. К угловому маркеру любому подносим. Получается стрелочка вот такая. И мы поворачиваем глаза и с Shift немножко уменьшим. Выбран объект. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. Копируем по вертикали. Обязательно копировать нажать. Ведем с Shift, чтобы шло ровно. И поставим второй глаз. С Shift возьмем два глаза вместе. Ctrl-G загруппируем. И с Shift выровняем по голове. То есть выбрана группа объектов. Яйцевидная форма, которая обозначает голову. Палитра выравнивания выровняем по центру. Но видите здесь, что случилось у нас. Выравнивание по монтажной области. Поэтому Ctrl-Z отменяю действие. Выравниваем по выделенной области. То есть между объектами. И выравниваем по центру. В ноздре я с Alt возьму кружок. И с Луны. Такого же размера. Можно Shift-X поменять местами заливку и контур. Чтобы была только заливка без контура. Shift-ом и с Alt-ом продублировать. Возьмем два этих объекта вместе. Ctrl-G сгруппируем. И можно с Shift-ом выровнять по голове. То есть я с Shift-ом выбрала голову. Еще раз по голове щелкаю. Это ключевой объект. Видите, толстая рамка получилась. И выравнивание уже по ключевому объекту. Выравнить по центру. Немножко сместилось. Друзья мои, кстати говоря, проверьте. Не сказала в самом начале меню. Меню просмотр. Привязку к пикселю отключите. Чтобы она нам не мешала. Двигаемся дальше. Вот эти объекты я думаю, что мы сначала нарисуем строго горизонтально, либо вертикально. Потом повернем под 45 градусов. Поэтому берем кружок. С Alt-ом продублируем. Ctrl-C скопирую в буфер обмена. Ctrl-F вставлю выше этого объекта. Такой же объект. И с Shift-ом и с Alt-ом увеличим от центра. Возьмем инструмент белая стрелка. Вот эту точку ведем с Shift-ом в сторону. И делаем из этой точки перегиб. Ну тут надо ближе дальше. Ну и насколько будет вот эта маленькая или большая. Поскольку все стоит по центру, увеличиваем с Shift-ом и с Alt-ом. От центра. Продублирую. Уменьшу обязательно с Shift-ом. И допустим, с Alt-ом еще сделаю какой-то третий размер. Но все пропорционально. Можно сделать, конечно, хвосты у них разные. Вот я взяла точку с Shift-ом введу. Этот, например, будет длиннее. Этот, допустим, пусть будет покороче. Все с Shift-ом, чтобы ровно. Можно по отдельности их сгруппировать. Вот я взяла эти два объекта черной стрелкой. Ctrl-G. Эти два объекта. Ctrl-G. И вот это Ctrl-G. Берем вместе. И с Shift-ом поворачиваем под 45. Если хочется угол другой. Ctrl-Z отменяет действие. Правая клавиша. Трансформировать. Трансформировать. Поворот. К примеру, поставим 30 градусов. Просмотр поставьте. Если достаточно, то нажимаем ОК. И пусть они стоят пока по месту. Конечно, вот это длинновато. Поэтому отменю действие. Вот это все-таки сделаю покороче. Снова выбираю вместе черной стрелкой. Правая клавиша. Трансформировать. Поворот. 30 градусов. ОК. Пусть это лежит. Ctrl-G можно сгруппировать. Луна с флагом. Буква L. Shift-ом. Рисуем круг. Ставим по месту. Shift-ом. Если увеличиваете пропорционально. С Alt-ом дублирую кружочки. Уменьшу Shift-ом. Вот, допустим, этот размер. Shift-ом. Обязательно, чтобы круг сохранился. Не будем тоже много размеров плодить. Поэтому с Alt-ом дублирую. Вот, например, сюда. С Alt-ом дублирую. С Shift-ом уменьшаю. Это будет второй размер. Допустим, здесь кратер. С Alt-ом еще один. И уже маленький. С Alt-ом дублирую. С Shift-ом уменьшаю. И с Alt-ом дублирую. Теперь возьмем все вот эти объекты вместе. С Shift-ом исключим маленькие кружочки. Инструмент создания фигур. Shift-M. Видите, у курсора плюс мы зажимаем Alt. И вот эти части, которые выступающие, не снимая Alt, мы отсекаем. То есть, что здесь получилось? Что остался ровный круг. И вот эти стоят ровно подрезанные по внешнему кругу. Поэтому никуда ничего не смещая. Можно даже вот это взять вместе и Ctrl-J сгруппировать. Флажок. Инструмент отрезок. Вот видите, умные направляющие зеленые. Они подсказывают, что мы от центра. Причем надо прицепиться именно к центру, который большого круга. С Shift-ом введу. Я вот так просто сделала с запасом, чтобы действительно прицепиться к кругу большому. Инструмент белая стрелка. Мы вот так с Shift-ом немножко уменьшим. Тоже до привязки. Сам флажок. Инструмент прямоугольник. Это клавиша M. Здесь тоже можно, вот видите, от контура привязаться, нарисовать прямоугольник. Зажата левая клавиша мыши. Тут можно, смотрите, либо оставлять вот этот вот кусочек, либо с Shift-ом вот так прям до привязки. Видите, зеленая. Линия показывает, что мы ровно привязались к верху вертикальной линии. И чтобы выемку сделать, нарисуем инструментом прямоугольник клавиши M с Shift-ом квадрат и развернем его под 45 градусов. То есть я инструментом черная стрелка подношу к любому углу. С Shift-ом разворачиваю под 45. Вот так вот ставлю по центру обязательно в привязку. Выбираю с Shift-ом два объекта вместе, прямоугольники, повернутый квадрат. И делаю задний минус передний. Ctrl- минус отдаляюсь. И переходим к следующему объекту. Друзья, у меня такое пожелание, чтобы планеты, ну хотя бы планеты, вот Луна, Сатурн, Земля, были одного размера. Поэтому, чтобы не разгруппировать, к тому же сейчас у этого круга получились дополнительные лишние опорные точки, поскольку мы отрезали, вот тут тоже точки стали. Но тем не менее, давайте мы посмотрим вот размер вот этого 203 пикселя круга. Не будем эти сотые искать. Двойной щелчок выходим из группы. Можно было, кстати, туда не заходить. Клавиша L, с Shift-ом нарисуем круг, и размер у него будет 203. Вот видите, объект выбран, замок нажат, и ставим по ширине или по высоте. То есть замок, цепочка позволяет при изменении одного размера, чтобы менялся другой размер, то есть взаимосвязь. 203, нажимаем Enter, и можно сразу этот круг продублировать с Alt-ом для Земли. То есть видите, эскиз немножко не соответствует, но тем не менее, я думаю, что вам все это понятно. Так, взяли, поставили примерно по месту. С Alt-ом продублировали спутник. И с Shift-ом уменьшили. Мы потом, ребят, будем разбираться с заливками, с контурами, поэтому пока просто мы рисуем. Дальше инструмент Ellipse, либо клавиша L. И можно вот от центра с Alt-ом нарисовать его кольцо. То есть от центра, чтобы нам потом не выравнивать. Нужно разрезать вот эту часть, которая находится за кругом. Возьмем инструмент ножницы. Вместе находится с ластиком инструмент ножницы. И прямо тут на пересечении щелкнули здесь и щелкнули здесь. То есть он верхний объект обрезал. Вот видите, этот кусочек остался. И остался кусочек вот такой. Ctrl-Z не смещаем никуда. Эту часть удаляем. И можно, конечно, взяв два объекта вместе, правая клавиша, поворот, трансформировать, поворот на 30. Ну, наверное, многовато. Давайте поставим, например, 20. Нажимаем ОК. Вот все по эскизу. Ну, коли планетами занялись, давайте Землю закончим. С Alt-ом продублировала Луну. Спутник Земли. Тоже можно одного размера, можно тот взять было бы, но не суть. И инструментом перо нарисуем материки. Клавиша P, либо инструмент перо. Вот здесь ставлю точку за пределами. Здесь тяну манипулятор. Зажата левая клавиша мыши. Здесь тяну манипулятор. На вершине снова. И вот выхожу сюда. И можно просто Escape оторвать. Мы не будем формы. Закрывать контур. Сделаем тоже потом инструмент на форму. Можно и закрыть. То есть снова инструмент P. Точка. Линия. Манипуляторы. Зажата левая клавиша мыши. Снова. Ну, и где-то здесь, например, закончим. Немножко по эскизу не попали. Escape отрываю. И точка. Манипуляторы. Зажата левая клавиша мыши. Здесь. Здесь. И за пределами Escape отрывали. Если что-то скорректировать, инструмент белая стрелка. Берем вот эти точки опорные. Больше точек ставить не нужно. Мы их можем перемещать. Мы можем тянуть эти манипуляторы. Тем самым рисуя материки. Если какую-то точку опорную хочется убрать, то можно прямо инструментом перо. Вот видите, подношок к точке. Она удаляется. Соответственно, тоже инструментом перо подносим к точке. И она к линии, вернее. Она добавляется. Показывают инструмент перо. Видите, плюс. Поставила опорную точку. Либо, если перо не хочет собрать, инструмент перо плюс, перо минус. Плюс на клавиатуре. Добавляет опорные точки. Вот появилась опорная точка минус. Удаляет опорную точку. На самом деле, чем меньше опорных точек, тем лучше. Ну, я оставлю как есть. То же самое. Инструмент создания фигур. Берем вместе все объекты, круг и линии. Инструмент создания фигур. Зажимаем Alt. И вот так концы отсекаем. Но здесь будет тот случай, когда у нас просто линии. То есть вот эти контуры не замкнуты. Они остались линиями. Поэтому, если вы хотите заливать, то обязательно нужно было здесь замкнуть контуры и также отсечь, как я показывала на Луне. Но я, поскольку планирую линейные иконки, мне такой вариант тоже вполне устроит. Давайте солнечную систему нарисуем. Возьмем круг. С Alt продублируем. Но здесь, на самом деле, наверное, ее захочется побольше немножко сделать. Но, тем не менее. Круг есть. С Alt с Shift увеличиваем все-таки его. Это вот внешняя часть. Ctrl-C. Ctrl-F вставляем на это же самое место выше выделенного объекта. Shift-A с Alt уменьшаем себя. Снова Ctrl-F. Shift-A с Alt уменьшаем себя. С Alt дублирую до пересечения. Вот с этой окружностью. Можно прям в режиме Ctrl-Y, в каркасном режиме. Мы прям вот эту точку поставим ровно вот сюда в привязку. С Shift-A с Alt уменьшу. И продублирую с Alt до внешнего круга. И с Shift-A с Alt увеличу. Можно, наверное, маленькую сделать немножко меньше, чтобы была разница. Очевидно, что средняя, большая, маленькая. Триады это всегда хорошо. Shift-A с Alt в себя. Можно, конечно, было, ребят, сделать перетеканием. Но я не буду вас пока заморачивать, поскольку мы только знакомимся с программой. Так, Ctrl-Y выходим из этого режима. Не забывайте файл сохранять. Файл сохранить. Указывайте адрес и указывайте название. Двигаемся дальше. Нарисуем, допустим, созвездие Льва. Созвездие Льва. Возьмем какой-то круг. Ну или просто нарисуйте. С Alt дублируем. Это будут у нас планетки, которые маленькие. С Alt зажат Alt, чтобы дублировать. И звезды побольше. С Alt и с Shift, чтобы сохранить круг. Можно все-таки взять с Shift вместе. И с Shift чуть-чуть увеличить вот эту большую звезду в созвездии. Так, ставим по месту. И теперь инструмент Перо, клавиша P. Поедем, наверное, от самого верха. Инструмент Перо. Вот прям от центра. Центр круга. Щелкнули. Здесь тоже центр нашли. Здесь просто по щелчку. Щелчок. 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 И таким образом мы... Здесь вот, ребят, в первую точку не получится. Поэтому здесь можно у края остановиться. Щелкнула. Escape отрываю. То есть смотрите, что получается. Что у нас получился вот этот объект. Вот линия такая. Ctrl-Z от милействия. Но нам нужно будет его утянуть ниже звезд. Ctrl-левая скобка. Но сейчас не видно, потому что у нас у звезд нет заливки. Можно взять вместе. Shift-ом исключить линию и у звезд делать заливку. Пусть пока желтая будет. Ага, не утянулся на нижний план. Поэтому все звезды. Ctrl-Shift правая квадратная скобка. Можно сгруппировать. Ctrl-G. И двигаемся дальше. Ctrl- минус отдаляюсь. Допустим, нарисуем телескоп. Клавиша M прямоугольник. Ну, здесь примерно, потому что тоже сначала рисуем ровно. Вот это первая часть его тонкая. Давайте заливку пока сделаем белую. С Shift-ом и с Alt-ом дублируем. Shift- чтобы ровно, Alt- чтобы продублировать. Здесь ровно стык в стык, линия в линию. С Alt-ом увеличим в разные стороны. Длина остается точно такой же. Это, кстати, да, хорошо. С Shift-ом и с Alt-ом увеличиваем до привязки. И с Alt-ом увеличиваем сторону. Можно каким-то маленьким прямоугольничком просчитать расстояние, чтобы потом было примерно вот такое же, как бы я сделала. Смотрите, вот привязки. С Shift-ом нарисуем маленький квадрат до привязки. Это вспомогательный, да, как вы понимаете. Отметим его каким-то цветом. И поставим его вот сюда. И тогда у нас будет с вами с Alt-ом. Вот эти выносы будут абсолютно одинаковые. Но длину, если хотите сохранить одинаково и сохраняйте, мне кажется, надо сделать, как по эскизу, вот этот объект будет больше. Просто тяну вот так за маркер. С Shift-ом и с Alt-ом дублирую до привязки. Уменьшаю. И с Alt-ом увеличиваю в разные стороны вот так. Вот эта часть получилась. Можно ее вместе взять, Ctrl-G сгруппировать. Правая клавиша трансформировать. Поворот. Ну вот здесь 20 мало, наверное, здесь как раз снова 30 сделаем. 30, окей. Вот примерно мы по эскизу попали. И держалка, инструмент, отрезок. Вот прямо вот отсюда с Shift-ом ведем линию. Клавиша L с Shift-ом нарисуем вот эту часть. Тоже в привязку поставьте. Заливка пусть будет белая. И наклонные ножки. Отрезок. Если наклон нужен какой-то конкретный, можно тоже нарисовать ровно, а потом повернуть. Я просто буду рисовать произвольно. Вот от привязки. От привязки от нижней. Зажали левую клавишу мыши и ведем вот сюда в привязку. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение. По вертикали копировать. И ведем с Shift-ом, чтобы не выравнивать до привязки. Все отлично. Можно сгруппировать вместе, если нужно. Ctrl-G. Ctrl- минус отдаляюсь. Ну что у нас, друзья мои, давайте нарисуем летающую тарелку. Возьмем, например, вот эту окружность. С Alt-ом ее продублирую. Так, она маловато, поэтому с Shift-ом увеличиваю и ставлю по нижней части. Ctrl-C скопировала в буфер. Ctrl-F ставила выше. С Shift-ом и с Alt-ом уменьшила, чтобы получить верхнюю часть. Теперь будем срезать. То есть у большего круга нам нужно срезать верхнюю часть, у меньшего круга нижнюю часть. Инструмент прямоугольник клавиша M. Вот так от центра нарисуем прямоугольник. Отметим его пока что. Вот, например, рыжий контур и розовая заливка. Возьмем черной стрелкой прямоугольник. Кстати, вот давайте с Alt-ом продублируем. Возьмем прямоугольник. С Shift-ом возьмем внутренний круг. Сделаем задний и минус передний. А вот здесь тоже в привязку обязательно. С Shift-ом взяли нижний круг и прямоугольник. Привязка обязательно, чтобы от центра была. Снова сделаем задний и минус передний. То есть здесь идеально-идеально в линию. L-круг от привязки. Вот видите, умные направляющие нам подсказывают, что мы к центру привязались. С Alt-ом и с Shift-ом рисуем от центра иллюминаторы. С Shift-ом и с Alt-ом дублируем в сторону. Тут, видите, до привязки хорошо, тоже это логично как-то. С Shift-ом и с Alt-ом тоже до привязки. С правой частью верхнего круга. Отрезок от центра с Shift-ом вверх. Продублируем вот этот круг с Alt-ом и с Shift-ом. И уменьшим его в себя. Черная стрелка с Shift-ом и с Alt-ом в себя. Можно либо привязаться вот так, тогда пока заливка не нужна, либо заливку сделать, чтобы конец линии не мешал. Вот внизу либо ножки, либо свечение. Давайте попробуем сделать свечение. Я прям зайду в группу вот сюда. Ctrl-C скопирую вот эту наклонную линию. Двойной щелчок выйду из группы. Ctrl-V вставлю, вставляется произвольно. Вставляем вот куда-нибудь вот сюда. То есть здесь тоже привязка. Вот так. Правая клавиша трансформировать. Зеркальное отражение по вертикали копировать. Введем с Shift-ом до привязки. Вот видите, с краем и с контуром нижнего круга. Вот либо так. Это может быть свечение. Либо ножки сделать. Давайте я даже вот эту вот часть продублирую. Shift-ом и с Alt-ом вниз. Правая клавиша зеркальное отражение. Трансформировать. Зеркальное отражение отражу по горизонтали уже. Нажимаю ОК. Shift-ом веду вот так до привязки. Ну, здесь, смотрите, может быть, вот эта линия, она как бы за корпусом, и она может быть короче. Ну, либо сделать. Прям давайте идеально все-таки сделаем. С Alt-ом продублирую. Вот тут до привязки. Давайте на приближение. Ctrl-Y. Ага, нормально встала. Ctrl-Y выходим из этого режима. Просто сделать заливку. Так, и Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. И, соответственно, вот эту линию с Shift-ом и с Alt-ом дублируем. Можно было заранее заготовить вот эту часть вместе с кружочком, но не суть. Вот эту тогда опускаем вниз до пересечения, чтобы горизонтально были наши вот эти наконечники. И увеличить инструментом белая стрелка, взяв вот эту опорную точку с Shift-ом вниз. С цветом скажу, что разбираемся позже. Не забывайте снова сохранять. Уже просто либо Ctrl-S, либо файл. Сохранить. Прежде чем перейдем к отрисовке следующих объектов, хочу сделать небольшое объявление. Если хотите быстро и качественно освоить программу Adobe Illustrator, научиться рисовать иконки, знаки, более сложные иллюстрации, фирменный стиль, то приходите на персональный курс обучения. Формат индивидуальных занятий очень эффективный. Это уже проверено на практике. А уже сейчас вы можете нажать лайк, подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые уроки, которые выходят на канале по вторникам и четвергам в 19 часов по Москве. Ну, со спутником я думаю, что все понятно. С шифтом рисуем круг. Ставим примерно по эскизу. Так, здесь тоже придется, наверное, удобнее нарисовать сначала линию строгую вертикальную. Нарисуем сначала ровно, чтобы это все стояло. С альтом дублирую. Поворачиваю произвольно. И ставлю вот эту ногу вот куда-то сюда. Здесь тоже посмотрите, чтобы не выглядывал вот этот конец. Наклонную линию правой клавишей трансформировать. Зеркальное отражение отражаем по вертикали. Обязательно копировать. И с шифтом ведем. Вот тут вот привязка, что-то я ее не чувствую, поэтому можно просто два объекта вот эти вместе взять. Ctrl-J сгруппировать. И все выровнять по центру. Если хотите сделать вот такой блик. Ctrl-C скопируем. Круг. Ctrl-F ставим выше. И с шифтом и с альтом уменьшим себя. Инструментом белая стрелка. Мы вот эту опорную точку удалим. И вот эту опорную точку удалим. Дал. Вот осталась четвертина круга. Так, спутник есть. То есть берем вместе Ctrl-J. Либо произвольно, либо через поворот, либо с шифтом под 45 поворачиваем на нужный угол. Я ставлю на 45. Так, для вот этого объекта мы прям возьмем сразу полукруг. С альтом его продублируем. С шифтом немножко можно сделать меньше. Треугольник. Чтобы нарисовать треугольник, возьмем инструмент многоугольник. Рисуем шифтом, чтобы основание было ровно. Сейчас вот шестигранник, но мы одновременно клавишей вниз, то есть зажата левая клавиша мыши, зажат шифт, и клавиша вниз на клавиатуре позволяет уменьшать количество вершин. Вот нас интересует треугольник. Пока шифт нам нарисовал равносторонний треугольник. Мы сейчас его поставим вот так, под центру. И с альтом уменьшим себя. Можно сразу с альтом продублировать для нижней части. А здесь вот с альтом нужно обратно вернуться, и его как-то... Но это потом. Так, вот с этой частью, насколько она будет маленькой, насколько будет узкая, но не забывайте альт, потому что у нас уже все выровнено. Клавиша L, шифтом круг, и ставим его вот сюда, в вершину, до пересечения. Можно тоже дать заливку. Пока что временно белую. Так, вот эта конструкция ровно, поэтому Ctrl-G группируем и поворачиваем. Ну, давайте здесь под 45 с шифтом. Так, друзья, мы возвращаемся. Ctrl-Shift-G разгруппирую. Вот это сгруппирую вместе, а вот это стоит у меня не идеально, потому что потом будет контур толще, возможно, и будет и так уже видно, что вот это толще. Почему? Потому что Ctrl-Y, оно стоит не идеально. На отдаление, видите, не привязалось. Поэтому берем вот эту группу, ведем с шифтом, ставим до привязки ровно. Ctrl- минус отдаляюсь. Снова сгруппирую Ctrl-G и повернем с шифтом от 45. Ctrl-Y выходим из режима. И нам нужно сейчас так. Буква L с шифтом нарисуем круг. И вот тут как-то нужно его привязать. Давайте тоже в Ctrl-Y. привязать вот к этой точке прямо. Треугольник тоже привязываем либо так, либо вот так. То есть смотрите, насколько нужно все-таки, может быть, зайти, чтобы здесь не точка была. Ctrl-Y выходим из режима. Вот этому объекту даем временно белую заливку. И можно нарисовать основание, если есть желание, инструмент отрезок, также от центра с Alt-ом и Shift-ом. Опять же, мы исключили выравнивание этой линии. Так, с этим есть ракета. Так, для ракеты возьмем треугольник. С Alt-ом продублируем, чтобы здесь остался. Давайте его с Shift-ом увеличим немножко. Все-таки немного приплюснем еще. Так, примерно ставим вот так по эскизу. Инструмент прямоугольник клавиши M от центра с Alt-ом. Ну, давайте даже пока вот так с запасом. А здесь нужно тоже точно идеально поставить линия в линию. Поэтому до привязки. То есть здесь закончился треугольник, начался прямоугольник. И мы рисовали с Alt-ом. То есть он стоит ровно по центру. И ведем вот так до низа по эскизу. Взяли вместе два объекта, сделали слияние. Палитра обработка контуров, слияние. И берем вот эти точки с Shift-ом. Кружочки берем инструментом белая стрелка. И делаем скругление. Насколько надо смотреть. С Shift-ом. И отдельно берем вот эту точку. Скругляем. Так, друзья мои, вот эти крылья. Инструмент прямоугольник. От контура. Нарисуем прямоугольник. Инструмент белая стрелка. Возьмем вот эту точку. И с Shift-ом ее уведем вниз. Объект выбран. Правая клавиша. Трансформировать. Зеркальное отражение. По вертикали копировать. И ведем с Shift-ом до привязки к краю ракеты. Ну и вот это просто линия. Можно тоже ее с Alt-ом и с Shift-ом нарисовать горизонтально. Так, вот эти части с Alt-ом дублируем горизонтальную линию. И вот так подносим к краю с Shift-ом разворачиваем. Либо ставим ровно вот так в край. Либо можно сместиться. Тут решайте сами. С Alt-ом дублируем и с Shift-ом. С Shift-ом с Alt-ом дублируем. Ровно. Привязка сработала. То есть вот эта линия ровно по центру. Давайте мы ее немного сделаем подлиннее. И возьмем два вот этих отрезка с Shift-ом. Ctrl-G сгруппировали. И выровняли по ключевому объекту по ракете. Немножко сместились. Ну, вот тут перегородочка, отрезка с Shift-ом. Вот и до провели линию. Ну, друзья мои, самое интересное. Остался вот этот спутник. Так, спутник. Или, может, неправильно если называют у меня, поправьте, пожалуйста. Так, половину круга продублируем, например, отсюда. С Shift-ом ее развернем. Тоже будем сначала рисовать все это дело ровно. С Shift-ом развернем. С Shift-ом немножко уменьшим. Инструмент прямоугольник клавиша M. Вот прям от центра с Alt-ом. Пусть он по ширине будет точно такой же. И обязательно вот здесь до привязки. И длину, как посчитаете нужным. Так, я давайте примерно сейчас. С Shift-ом прикину по эскизу. Разверну. И с Shift-ом верну строго снова вертикально. Так, ну, с этим понятна эта линия от центра с Shift-ом. Так, поставим ее ровно. И клавиша L с Shift-ом. Это вот эта часть. Тоже с Shift-ом с Alt-ом немножко увеличим. По заливке потом разберемся. Так, я думаю, что можно для крыльев прям взять вот этот объект, корпус. С Alt-ом продублировать. С Shift-ом развернуть вот таким образом. Ну, тут привязку можно, например, поверху посмотреть. Чтобы какие-то были закономерности. Инструмент отрезок от центра с Shift-ом линия. Здесь вот нужно ее вот так дотянуть. Снова отрезок по центру с Shift-ом вниз. И с Shift-ом и с Alt-ом дублируем. Так, вот здесь вот центр найти сложно. И с Shift-ом и с Alt-ом дублируем. Давайте вот эти два отрезка сгруппируем. Ctrl-G и с Shift-ом выровняем, например, по вот этому ключевому объекту. Возьмем крыло вместе. Ctrl-G сгруппируем. Правая клавиша «Трансформировать зеркальное отражение». По вертикали копировать. И ведем с Shift-ом до привязки. Так, на расстояние неудобно, поэтому на приближение. Только чтобы сгруппировано было, чтобы все ровно перемещалось. Ну и тоже вот эту линию нижнюю также с Shift-ом нарисуем горизонталь. Берем вместе. Можно сгруппировать в Ctrl-G и поворачиваем любым способом. Давайте правая клавиша «Трансформировать поворот». Поверну на минус 30. Ок. Или, видимо, все-таки на 45. Но мы сейчас, когда будем, ребят, компоновать, это все еще уточним. Shift-ом немножко сделаю меньше. Космонавт. Все тоже предельно просто. Клавиша «Л». С Shift-ом нарисуем круг. Примерно с пробелом поставим по месту. Ctrl-C и Ctrl-F. Shift-ом и с Alt-ом увеличиваем. Ну, тут по размеру, смотрите, наверное, великоват внешний круг. Поэтому на уменьшение. Shift-ом и с Alt-ом. Потому что центрировано уже все. Так. Инструмент M. Прямоугольник. От центра рисуем с Alt-ом. Увеличиваем. Например, до суда. И до суда. Допустим, да, вот до линии ровно. Берем инструмент белая стрелка. С Shift-ом выбираем верхние кружочки. И скругляем до нужного предела. Так. Дальше, друзья мои, возьмем полукруг, например, отсюда. С Alt-ом. И с Shift-ом уменьшим. Чтобы нарисовать ручки. Shift-ом разворачиваем. Вот таким образом. И уменьшаем до нужного размера. Если хочется подлиннее сделать ручки, тогда лучше нарисовать, наверное... Давайте посмотрим инструмент прямоугольник. Вот так вот. От привязки. То есть не квадрат, а именно прямоугольник. И скруглить у него нижние углы. Точно так же, как я показала на плечах. Да, будет форма... Полукруг какой-то все-таки маловат. Мне кажется, маловат, поэтому я его удалю. Так, лапки. С Alt-ом дублирую до привязки. И можно инструментом белая стрелка взять вот только вот эти верхние опорные точки и с Shift-ом их вот так утянуть до пересечения с туловищем. Так, друзья мои, знаете, что сделаем сейчас? Чтобы понимать, насколько толще будут ножки. Вот я ручку... Все-таки немножко вот так приплюсну, но надо... Но тогда нужно вот эти снова с Shift-ом взять точки нижние и скруглить максимально, не затронув верхние точки. С Shift-ом и с Alt-ом дублируем до пересечения. И вот, друзья мои, вот этот объект ведем в сторону. Вот пересечение, видите, центр. Ага. Точно так же нижние опорные точки, только их... С Shift-ом берем кружочки и скругляем максимально. И с Shift-ом и с Alt-ом дублируем в сторону до привязок. И отрезком рисуем линию, ну, где-то здесь. Цельную сразу, на две ноги. Ну, и что здесь нужно нарисовать? Вот так тоже вот привязки с Shift-ом линию. Но здесь было бы прикольно, если бы они были ровно в точку плечи. Мы потом скомфат вот этого часть просто сделаем больше, и все будет идеально. Так, с Shift-ом веду вниз. Ctrl- минус, отдаляюсь. Так, это увеличиваем с Shift-ом до пересечения. И с Shift-ом и с Alt-ом дублируем. Так, здесь нужно поставить ровно вот сюда. Ведем с Shift-ом. Оп, до привязки. Ctrl- минус, отдаляюсь. А, собственно, вот этот внешний круг, давайте мы с Shift-ом оба дадим им заливку белую. Так, Ctrl-Y. Вот этот объект на передний план. Ctrl-Shift, правая квадратная скобка. Ctrl-Y, выходим из режима. Ага, надо было все вместе. Берем с Shift-ом. Два кружочка. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка. Вытянем на передний план. И можно только внешний круг, а можно оба. С Shift-ом и с Alt-ом чуть-чуть увеличим, чтобы вот здесь в точку получилось. Ну, если сильно промахнулись, то снова с Shift-ом и с Alt-ом на приближение. Ну, как-то так. Так, за ним тоже прямоугольник со скругленными углами. Инструмент прямоугольник от центра с Alt-ом. Ну, допустим, по размеру вот так по центру он будет. А здесь, допустим, будет по центру круга. Нет, так не получится, поэтому нужно его, наверное, немножко либо ниже опустить, чтобы скругление увидеть, либо сделать с Alt-ом немножко больше. Ну, с ума совсем сходить не будем. Поэтому вот с Shift-ом вот эти кружочки верхние скругляем, насколько это нужно. Так, даем всему, видимо, всему даем заливку белую, временно белую. И вот этот объект утягиваем на дальний план. Ctrl-Shift, левая квадратная скобка. Там еще табло было, насколько я помню. Ну, это инструмент прямоугольник. Вот с центра с Alt-ом нарисуем какой-то прямоугольник. Ну, не квадрат. Можно и квадрат оставить. Где-то здесь. Так, ну и, друзья мои, осталась вот эта комета. Несложный вариант. Возьмем дугу. Дугу мы сегодня еще не использовали. Нарисуем дугу с Shift-ом и развернем ее вот каким-то таким образом. Теперь нарисуем эллипс клавиша L. Нарисуем с Shift-ом. Вот с центра, вот видите, я там привязалась. Вот эта линия строго вот здесь. И развернем дуги. Возьмем дугу. Возьмем инструмент, вот, поворот. Щелкнем, вот, точка вращения. А мы щелкнем по центру круга. Щелк. С Alt-ом дублируем раз. И с Alt-ом дублируем два. Но тут не будем привязываться, чтобы она совсем уж идеально была. Все, друзья мои. Ctrl- и минус отдаляемся. Друзья мои, первый урок по рисованию космических иконок подошел к концу. В следующем уроке я расскажу о том, как одно и то же изображение можно оформить совершенно по-разному, используя цвет, толщину контура и дополнительные дизайнерские элементы. Тема космоса интересна многим, поэтому предлагаю нарисовать еще две иллюстрации. Космонавта и ракету. Это уже, конечно, более сложные иллюстрации, но тоже уроки очень подробные, и вы справитесь без труда. Спасибо за внимание. Было бы классно увидеть ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить выход новых уроков. С вами была Наталья. Школа графического дизайна и иллюстрации. Всем пока-пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok